Состоялось второе мероприятие из нашего музейного проекта «Награда в истории. История в награде», которая посвящена нашей коллекции «Флеристика» и ее составляющей части «Ордена». Самая интересная, самая зрелищная часть этой коллекции. Всего в Краеведческом музее хранится 23 коллекции. Сейчас в фондах его находится более 400 наград. Открытие проекта «Награда в истории. История в награде» стартовало в преддверии 8 марта. Поэтому совершенно обоснованно первым экспонатом тогда стал Орден Материнской Славы 1, 2, 3 степеней. Работниками музея тщательно были отобраны все шесть предметов для этого проекта. Это ордена, слово ордена, предметное имя ордена и орденские знаки различных европейских государств. Все реликвия имеют историко-культурную ценность, мемориальную ценность. Я говорила об этом на открытии. Все они выполнены из драгоценных металлов. Все это произведение искусства. Второе мероприятие проекта посвящено высшей и наиболее известной награде Французской Республики офицерскому знаку Ордена Почетного Легиона, учрежденному Наполеоном Бонапартом в 1802 году. У всех присутствующих была возможность своими глазами увидеть этот уникальный экспонат. К слову, в музей все предметы попадают разными путями. Один из них – передача в дар владельцами. А иногда это дело случая и везения, как утверждают работники музея. Так случилось и с представленным орденом. Если говорить о сегодняшней реликвии, это офицерский знак Ордена Почетного Легиона, высшая французская награда, поступила к нам в 2014 году при попытке незаконного заграницу, была задержана Брестской таможней. Ну и вот в этом смысле нашему городу, то бишь нашему музею, и в первую очередь нашему Брестскому областному краеведческому музею, очень-очень везет. Изюминкой мероприятия стал невероятный сюрприз от работников музея. В режиме реального времени был осуществлен звонок супруги летчика-космонавта Олега Новицкого, который совсем недавно отправился на Международную космическую станцию в экспедицию, приуроченную к 60-летию с момента первого полета человека в космос. Уроженец Белоруссии, герой России, космонавт Олег Новицкий, 28 июня 2019 года был удостоен звания Кавалера Ордена Почетного Легиона Первой степени. Во время видеосвязи гости мероприятия увидели награду Олега Новицкого в руках его супруги. Приятно пообщались, услышали историю их знакомства и историю получения им этой награды. Высшая награда Франции, это чрезвычайно почетно. День был очень волнительный. В тот день посольстве Франции было очень многолюдно. Кроме сотрудников посольства Франции, присутствовали сотрудники посольства Беларуси. Поскольку мы в Беларусь их приглашали, были представители погодства Роскосмоса, Центр подготовки космонавтов, и нам решили пригласить наших родственников и друзей. Был необыкновенно душевный и в то же время полнительный и торжественный вечер. Мероприятие было действительно интересно. Порадовало гостей невероятное музыкальное сопровождение ребят из Малориты. На этом сюрпризы с Вектором на космическую тему не закончились. Неожиданно для всех передал ценное фото из своего семейного архива в космическую коллекцию музея Брещанин Сергей Сухой. На фотографии увекомвечена память о встрече его семьи с Германом Титовым, вторым советским космонавтом, вторым человеком в мире, совершившим орбитальный космический полет. Это стало действительно символичным итогом мероприятия. Продолжение следует...